Российские войска ушли с острова Змеиной. В Минобороны заявили, это жест доброй воли, все задачи на острове выполнены. Накануне Змеиной снова был обстрелян. Пушилин подтвердил обмен пленными и то, что среди них были бойцы Азова. В Москве уточнили, меняли тяжело раненых по прямому указанию Путина. Верховный суд России отложил до августа признание Азова террористической организацией. В сирийском МИДе заявили о готовности признать ЛДНР, Зеленский пообещал санкции в ответ. Путин заявил, цели спецоперации не поменялись, а тактика может быть разной. Глава американской разведки в связи с этим считает, что возможностей для мирного соглашения пока нет. По словам Столтенберга, НАТО готовилось к конфликту с Россией с 2014-го. Спецоперация не стала неожиданностью. Генсек Альянса пообещал поддерживать Украину деньгами и оружием столько, сколько будет нужно. Киев будет перевооружен под стандарты НАТО. Лондон выделит миллиард фунтов на беспилотники и ПВО для Украины. Британский миллиардер Брэнсон предложил помочь построить новую Мрию взамен сгоревшей. Польша достроила пятиметровый забор на границе с Белоруссией. В России уже 2,2 миллиона беженцев, сообщает ТАСС. А Порошенко встретили в дорогом ресторане Лондона. Столтенберг поспешил, заявив о принятии Швеции и Финляндии в НАТО, дали понять в Анкаре. Турецкий Минюз заявил, официальное приглашение, подписанное накануне, еще не означает, что процесс завершен. Тем временем Австралия и Япония на мадридском саммите заявили, что могли бы быть полезны для НАТО. Из новой концепции Альянса следует, Москва больше не партнер, а прямая угроза. Политика Китая противоречит интересам Альянса. В китайском МИДе потребовали перестать очернять Пекин. Блумберг сообщает, США уже во второй раз неудачно испытали гиперзвуковую ракету. Акционеры «Газпрома» отказались выплачивать дивиденды и обрушили акции компании сразу на треть. Решение объяснили подготовкой к зиме и всеобщей газификацией. Вслед за «Газпромом» аналогичное решение приняли акционеры Сбера, объяснив его тем, что банку нужен запас прочности. «Газпром» в прошлом году заработал 2 триллиона рублей, Сбер – триллион 200 миллиардов. На новостях об отказе от дивидендов Мосбиржа потеряла 7% или больше 700 миллиардов рублей. «Норникель» заявил о потере половины поставщиков запчастей и оборудования. Поиск альтернативы продолжается. Экспорт кругляка с начала года упал почти в два раза, но загрузить отечественные предприятия так и не удалось. Свеза Мордашова простаивает на 60-80%. РСПП просит власти любыми способами вернуть нормальный курс рубля. ЦБ против продления моратория на банкротство. «Рыночная дисциплина должна возобладать», – заявил зам Набиулиной Чистюхин. Британия тем временем обложила санкциями компанию Air Style Soft Lab, которая должна была обеспечить ЦБ и банкам замену запрещенного SWIFT. А Штаты отчитались о заморозке активов российских олигархов на 30 миллиардов долларов. Росстат сообщает, реальные зарплаты граждан с начала года упали больше, чем на 7%. Это антирекорд с 2015-го. Инфляция с начала года плюс 11,5%. Зато безработица на историческом минимуме – меньше 4%. Правда, кадровые компании ждут вдвое большего показателя уже к концу года. А Headhunter выяснил, лишь каждому пятому в стране хватает зарплаты на основные расходы. Хуже всего обстоят дела у рабочих, медиков и госслужащих. Меньше всего жалуются IT-специалисты, топ-менеджеры и те, кто занят в добыче сырья. В правительстве предложили продавать со скидкой лекарства с истекающим сроком годности. По данным коммерсанта, с нехваткой препаратов столкнулись 70% медучреждений. Российский ВВП в мае упал на 4,3%. Розничная торговля на 10%. Отечественный автопром – на 97%. В стране работают лишь два завода – АвтоВАЗ и китайский Хавейл, которые за месяц выпустили лишь 4 тысячи машин. До 24 февраля эта цифра превышала 100 тысяч. Продажи в автосалонах упали на 84%. Импорт китайских машин – в 6 раз. В отрасли трудится 3 миллиона человек. Тем временем китайский производитель электроники Honor приостановил поставки в Россию. А Минторг США посчитал, экспорт полупроводников тоже почти прекратился. Главный удар по российской авиакосмической отрасли, считают в министерстве. Samsung объявил, что первым в мире начал производить чипы по технологии 3 нанометра. Глава европейского ЦБ Лагард считает, к прежней низкой инфляции вряд ли удастся вернуться. Сейчас она в Европе больше 8%, производственная – около 30%. Глава Федрезерва Пауэлл согласен. Возврат к допандемийной экономике, скорее всего, невозможен. S&P снова понизила прогнозы по ВВП Еврозоны и Китая. Шпигель пишет, почти 40% немцев планируют экономить на еде. Это максимальный показатель за полвека. Президент Шри-Ланки попросил Путина помочь с поставками нефти. Ее на острове почти не осталось. Глава ВОЗ напоминает о ковиде. Он продолжает мутировать, и новые штаммы более заразны. Заболеваемость растет в 110 странах мира. В США болезнь вернется этой осенью. В России за сутки больше 3000 новых случаев, 56 летальных.